МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна фотография, другая, третья. Все эти фотографии объединяет энергия созидания. На каждой – жители северных районов Коми-края. Именно те люди, которые и есть главное богатство страны. Это потомки тех, кто защищал Родину в Первую мировую войну и Великую Отечественную. Тех, кто строил замечательные церкви, преданные забвению в годы советской власти. Это потомки тех, кого привезли на север в годы репрессий. И поэтому каждая такая фотография – строка в новейшей истории русского севера. Это летопись духовного возрождения Заполярья. События и праздники, которые отмечают на приходах епархии Воркутинской и Усинской. Вот они – эти храмы и службы. Видео, снятое на любительские камеры и мобильники. Ценность этих кадров в том, что они раскрывают нам преображение жизни. Недаром на Руси говорили «Жить – Богу служить». А это значит – ездить в глубинку, идти навстречу каждому человеку, выслушать, войти в его положение, поддержать, дать нужный совет. Всем этим и занимается наша церковь. Может быть, незаметно, но постоянно и целенаправленно. Святых правильных Бога, Отечественники Моярных, всех святых, помилуй и спаси от нас, и по благу и человеку люби. Одно из самых важнейших событий, что на Земле вообще происходит, это служение Божественной Литургии. Потому что для верующих это, понятно, соединение земной жизни с небесной. То есть теснейшее самое Богообщение, которое может происходить. И поэтому каждая совершающаяся Божественная Литургия – это дело весьма благодатное для всего окружающего и человеческого сообщества, и просто даже, так сказать, пространства жизни. Это не всегда проявляется сразу и каким-то образом во внешних событиях, во внешних каких-то мероприятиях, скажем, происходящих. Нужно некое время и последовательность, постепенность. Но примеров таких очень много. Когда, ну, такой типичный пример, где-то вот в российской глубинке, тоже, допустим, в средней полосе, сельский храм, владыка поручил восстанавливать, там батюшка приезжает, никого нет, ни прихожан, там две бабушки ходят, храм был разрушен, средств нет, потихонечку как-то вот в самом простейшем способе оснащает алтарь, начинает служить литургию. Практически иногда даже беспевчиво. Ну, или в лучшем случае там кто-то приходит, или матушка его там поет один человек. Иногда служит литургия вообще один, в пустом практически храме. Проходит год, проходит два. Вот это дело, вот божественная литургия, она призывает благодать Божию. И люди начинают ходить, и появляются те, которые помощники, там благотворители, и действительно совершенно преображается вся жизнь. Епархия в Иркутинской и Усинской была образована накануне Пасхи 2016 года. Молодая епархия, которая объединила жителей старинных сел и сравнительно молодых городов. Старинные храмы сельской глубинки – именно то, связующее звено между разными отрезками истории. История Российской империи, Советского Союза и современной России. И если первые храмы на юге Коми края появились в XIV веке, то в районах Крайнего Севера, в Инте и в Иркуте их вообще не было до 90-х годов прошлого века. Духовную пустоту после распада СССР пытались заполнить секты, но все большее число людей осознавали себя православными и искали дорогу в храм. Наша одна из ключевых задач, то, что уникально в нашем крае, это как раз оформление и миссионерской деятельности среди коренных народов Крайнего Севера. Если говорить о боленеводах, то это не только Коми, не только Коми-Ижимцы, например, или Коми-Заряне, но это и ненцы, и ханты, которые вблизи Урала Полярного ведут свою деятельность и живут там, по сути. Поэтому нам представляются две вещи. Во-первых, что эта деятельность должна быть постоянной, регулярной, а не такой очень эпизодической. Тогда она будет иметь успех. Во-вторых, что очень важным инструментом может быть не только наша непосредственно епархия, епархиально-миссионерского отдела или конкретно священнослужителей участие в этой деятельности, но когда мы вовлечем в каком-то смысле косвенно людей, простых верующих, прихожан, те, которые, например, живут по реке, по печоре, в старинных селах, которые уже на протяжении нескольких столетий занимаются, в том числе оленеводством, и так или иначе присутствуют на севере, дальше туда к океану регулярно. То есть проходит стандартный такой свой путь, к зиме идут к своим местам, где семьи часто у них живут, половина семьи живут в селах, а к лету перемещаются опять на север к океану туда. Вот такой ежегодный цикл проходит. И вот как раз если они будут более отчетливыми таким носителем православной веры, то это будет главный инструмент миссионерства для того, чтобы влиять на те народы, которые, может быть, там живут более постоянно. Коренные жители и их просвещение для нас – это самая большая боль. Потому что их оторвность от цивилизации, от веры, от культуры, обособленность показывает нам, что мы должны уделять как можно больше им внимания. Потому что коренные жители, малочисленные народы, мы часто посещаем чумы, общаемся с немцами, хантами, манси, коми, крестим, проводим встречи, участвуем в их мероприятиях и праздниках. Они обращаются к нам, находят у нас не только духовное окромление, но и жилье. Потому что приезжая в город, им где-то нужно жить. Сейчас, слава Богу, они имеют возможность учиться в пятом, шестом, седьмом, вплоть до одиннадцатого класса. А это говорит о том, что они вливаются в нашу цивилизацию. А вообще в будущем хотелось бы, чтобы в каждом чуме был бы учитель начальных классов или фельдшер. Почему так важно строить и возрождать храмы? А разве не очевидно, что каждый, даже самый маленький храм, увенчанный куполами и крестами, становится украшением сел и городов? А церковь состоит из людей, из людей верующих. И вот самый простой такой типичный пример, когда приходит человек в храм с очень большой бедой. То есть, допустим, тяжело заболел кто-то из родственников. Молится, да. И вот встречается батюшка, батюшка видит его, говорит, я вижу, что вы очень озабоченный, опечаленный. Или даже прямо там человек, может быть, рыдает и говорит, чем я могу, может быть, вам помочь. Человек излагает проблему. А оказывается, у батюшки, благодаря его широким контактам с людьми, да, оказывается, в другом городе есть замечательный врач, который может помочь в этой проблеме. Вот это действие промысла Божьего, но через конкретных людей, потому что они все связаны церковной жизнью. И такие вот моменты взаимной помощи, они множественно, конечно, происходят. То есть церковь – некая среда, в которой действительно может осуществляться жизнь евангельская. А жизнь евангельская заключается в том, что будет не для себя, а для ближних. Вот это самая широкая возможность церковь дает. Сухая хроника епархиальной жизни. Поездки в районы, службы, встречи. Со стороны непонятно. Но что стоит за этим? Один пример. День Казанской иконы Божией Матери владыка Иоанн отметил в тундре, в гостях у оленеводов на фактории Западная. Чтобы сюда добраться, ехали 10 часов на вездеходе, который подарил молодой епархии патриарх Кирилл. Вот такой служебный транспорт отечественного производства. Кто-то подумает, а стоит ли так утруждать себя? Накладно, хлопотно. Но ведь каждый человек сотворен по образу и подобию Божию. Каждый человек дорог Отцу Небесному. И поэтому даже ради одного или нескольких верующих стоит ехать по тундре, чтобы принести благую весть о Христе. Главной духовной поддержкой, безусловно, является богослужение. То есть архиерей, первая его самая главная обязанность, это, конечно, по возможности чаще совершать богослужение. Стараюсь, насколько возможно, насколько силы есть, оптимизировать план поездок, чтобы служить, 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 как можно больше. То есть иногда 3-4-5 литургий в неделю получается, причем в разных местах. Часто бывает, что вообще 4 дня подряд, и все 4 литургии в разных районах даже. Вот таким вот образом службы идут. Вот это главная духовная поддержка. Что касается числа, может быть, новых людей, обращающихся к вере, или как-то более глубоко уже поцерковлять, то это, конечно, такой вопрос очень таинственный. Мы же не как многие сектантские проповедники, которые бегают по улицам и кого-то зазывают. Но Господь все равно как-то призывает людей. Естественно, что священнослужители общаются с разными людьми, не только теми, которые, скажем, постоянные прихожане, а с самыми разными приходится общаться, деятельность церкви все равно, она вот такая становится более заметной, развивающей. То есть привлекаются люди. Крещение нисколько не меньше, даже и в Воркуте. Ну, вообще, я бы не согласился, наверное, с тем мнением, что в Воркуте сейчас некий такой депрессивный такой угол. Напротив, мне кажется, сейчас вот за последний год-два такая как бы позитивная динамика наблюдается во всех проявлениях жизни. Возможно, многие считают, что человек, обреченный высоким духовным саном, сродни чиновнику. А значит, скорее всего, сидит он себе в уютном кабинете и руководит. А вот и нет. Епископы, руководители епархий редко сидят на месте. А чем же они занимаются? Служат в монастырях, в районах, в отдаленных селах. Владыка Иоанн тоже не сидит на месте. Даже вот это интервью мы записали с ним в аэропорту Сыктывкара. Я думаю, что здесь очень важно постараться, насколько возможно, дать людям радость. Вот один из святых в наших дней, преподобный Паисий Святогорец, изрек такую фразу, что одно из самых важных предназначений человека – дарить радость другим людям. Хотя бы научиться это сделать. Если человек к концу своих лет так и не научился дарить радость другим, то он зря прожил жизнь. Вот это изречение Паисий Святогорец. Поэтому архиерей тоже, я думаю, что полнота духовной жизни в архиерейском богослужении, конечно, даёт именно возможность людям, верующим, подарить радость. Я думаю, вот это главное значение такое. Основа любого общества – это его духовное развитие. Чем ближе люди к Богу, тем больше в этом обществе счастья, радости и любви. В это лето наш Владыка посетил все наши посёлочки. И моя радость заключается в том, что никого Владыка не оставил без внимания, никого не оставил без молитвы. Многие люди даже и не знали о том, что есть такое духовное утешение, как церковь, как это Господь Бог. Очень часто люди ищут Бога и не понимают о том, что ищут именно Бога. И епископ, как наш духовный руководитель, как наш пастырь, который каждого из нас ведёт в Царстве Божие, открыл для многих людей этот духовный путь. Увидев епископа, очень многие люди пришли в храм. Очень многие люди обратили внимание на то, что существует духовный путь. Мы заметили сразу наше изумское благочинение, эту молитвенную помощь нашего епископа. Какое-то прям началось возрождение храмов, строительства, поездки. Мне посчастливилось присутствовать во время одной из поездок Владыки Иоанна по отдалённым нашим селениям. Мы были вместе, соответственно, в Баркованске, в Томе, в Картайоле, в Кою. И везде чувствовалась как эта радость от того, что вместе с Владыкой к людям приходит вера, приходит православие, возрождаются приходы. И люди начинают относиться к жизни более позитивно, более радостно. Есть мнение, что чем больше храмов, тем меньше больниц. В начале века на территории нашего района существовало 16 храмов, и было всего две больницы. В 30-х годах все храмы, практически все храмы были закрыты. И, в общем-то, люди постепенно поняли, что без возрождения духовности, без православия жить становится очень сложно. В начале 90-х годов были образованы небольшие приходы в Вижме, в Щеле Юре, в некоторых других населённых пунктах. На сегодняшний день мы можем уже порадоваться тому, что действуют шесть приходов, возрождаются семь храмов, и, в общем-то, люди на этом не останавливаются. Каждый вкладывает в свою лепту. Кто-то финансирует, кто-то приходит на субботники, кто-то ведёт службу на клиросе, но все стараются отдать частичку себя для того, чтобы возродить духовность в нашем районе. Очень отрадно и душерадостно осознавать то, как возрождается православное движение на Ижемской земле. Приятно приходить в храм на субботние вечерние, приятно приходить в храм на воскресные богослужения. Вообще здорово, что приехал на нашу Ижемскую землю владыка Иоанн. Я за себя скажу, какую благодать я испытал при встрече с этим человеком. Наверное, я не найду таких слов. И мне было очень радостно и приятно видеть глаза всех наших прихожан. Было время разрушения церквей. Наступило время, слава Богу, возрождения их. Лично для меня приезд владыки воодушевил на восстановление нашей церкви Ахтырской иконы Божией Матери Вселеннейшей Божьей. Очень отрадно, что на нашей Ижемской земле поставленные церкви еще в 19-х, 20-х веках здания сохранились. И вот это все развитие идет сейчас в подъем, можно сказать, на возрождение, на строительство. Иногда со стороны из городов столичных кажется, что жизнь на севере застыла. Это не так. Здесь живут люди с широкой душой и горячим сердцем. Ведь они – потомки тех, кто на протяжении веков осваивал русский север. Тех, кто не отрекся от Христа в годы репрессий. Тех, кто помнит наказ отцов. Русь святая. Храни веру православную. В ней же тебе утверждение. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! В январе 2018 года владыка Иоанн получил новое назначение – в Москву. На смену ему священным синодом русской православной церкви избран владыка Марк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова